я вас приветствую на канале степан холера мы продолжаем играть фермер симулятор 19 это у нас карта осина я пересел за руль нашего новенького трактора хоть он и не выглядит уж совсем таким новым как сегодня был днем все-таки работал целый день и костик ушел домой потому что сказал какой-то сериал там будет интересный ну а я уже продолжаю работать и мы сегодня будем заканчивать с этим полем наконец-таки я сам не верю своему счастью потому что реально тяжелый трудный такой большой длительный день у нас был сколько мы всего переделали за этот день купили новой техники и вот он последние буквально штрихи я научил костика ездить и самостоятельно продавать соломку довольно неплохо у него получается и не нужно перецеплять вот это все в принципе заезжает выезжает нормально короче говоря очень сильно облегчил мне задачу сборки салона и мы немножко над на этом подзаработали 25000 у нас уже есть и еще немножко подзаработали короче говоря спасибо огромное сидорычу за то что подсказал по поводу этой техники техника реально классная вот и у нас видите возможно там он комбайн стоит и трактор борта я убрал с этого с прицепа как ни странно заработала вот хотя борта мы ставили для того чтобы увеличить вместительность прицепа и после увеличения прицеп ничего уже не сыпалось возможно это какой-то баг потому что по культурам они не изменились как были все культуры так и остались я так думаю что мы поменяем этот прицеп ну старый он уже реально старый как и трактор старый так и прицеп мы его поменяем на что-то более толковое и это толковое ну давайте не будем забегать вперед все же есть там у меня уже такие наметки тем более опять же не без сидорыча посидели что называется по кумекали и решили доверит бери вот это ну смотри я тебе точно говорю классная штука я ж на нем пол жизни отработал будем брать но вот эти денежки которые у нас есть я предлагаю все-таки пустить на производство на воспроизводство свиней вначале просто купить свиней а потом возможно они будут и самовоспроизводится так вот это у нас курс записанный вот эти куски в принципе можно было бы и костика попросить поработать вот но я решил что это будет проще самому и быстрее чем я буду ему рассказывать и показывать как вот эти вот куски убрать тем более здесь есть вот так вот смотрите между двух волков если ехать собираем просто два волка вот но по-хорошему конечно же было бы волковую жадку вот так же сидорич показал мне я ему пожаловался горю трактор классный конечно спасибо тебе огромное сидорич за трактор но свет не работает нифига в нем вот он где работает просто там выключатели уже такие раздолбаны и вообще нужно там он смотри проводки висят их сначала нужно замкнуть потом выключателем щелкнуть и свет появится а почему не скрутить эти проводки постоянно постоянно то потом горит фактор не заводится если скрутить в общем нюансы у этого трактора и свет таки появился а он нам нужен потому что мы еще какое-то время поработаем вот я опять не стал вот перецепить а что ты включена давай выключайся лимон читать медленно и выключайся поехали вот раз у костика получилось за и заезжать не все продавать то и у нас тоже получится смотрите даже анимация есть вернее то что анимация есть приборной панели это да а вот даже кнопки светятся ведь это и освещение сияние вокруг этих кнопок классно стилана классно но тяжело для компьютера так хорошо сидорич наверное не дождется сегодня когда я к нему приеду игры ты как закончишь так давай подъезжай даже если поздно приедешь то ничего нормально мы посидим там у меня барбекю же есть там шашлычок сидрич но ты живешь я работаю да я бы с удовольствием бы все бросил но если уже как там горят взялся заглуш не говори что не бишь или назывался груздем полезай в кузов в общем взялся за дело так доделай его до конца таким мысом раз уже тем более что она вот-вот скоро будет конец этого дела то доделаем и потом уже пойдем к сидричу отдыхать так пошли денежки так глядишь и до 30 тысяч доберем до буквально на мусоре на какого-то 1800 кстати почему-то все больше и больше было 1700 цена что ли подросла кстати вот опять таки вот здесь вот доиск вот сюда вот мимо березок проезжать то в принципе не обязательно проезжать сквозь этот сарай как вигольное ушко буквально проезжая через эти ворота объехал дольси это если вы вдруг тоже соберете сделать какой-нибудь курс плей то сразу же за этой фермы делаете так явно больше но я уже меня уже болтает по всей дороге я уже реально целый день работал не только же работать а еще и костиками управлять так-то это все просто а кстати у нас света больше есть есть это совсем и рабочее освещение тоже работа у нас что-то засветилась но приборная панель тоже кстати да видим светится реально светится не просто текстурка какая-то поменялась это засветилась потому что приборная панель сама по себе работа кстати привез себе на базу две два прицепа привез соломы и тут у нас будет еще несколько прицепов сто процентов давайте вот этот возьмем это же к сожалению 2 у нас не получится хотя бы по одному туда-сюда так а что собственно что у нас просто посмотрю где-то здесь если есть проходят точки то мы сможем тогда запустить нашего друга точке проходят да но немножко не в ту сторону там нету и здесь нету по моему тут нужно 10 метров 10 метров то вправо отступать то влево отступать что-то не не получится ним не пойдет да и кости горит я уже дома не хочу я выходить на работу такой вот работник да я его прекрасно понимаю если целый день отработаешь что какое там уже какая-то работа тем более домой его отпустили уезжаем разворачиваемся там я вижу небольшой кусочек но это уже завтра будем сегодня у нас еще что чуток добить там есть пшеница буквально немножко тяжело трактору дается такой подъем конечно же так поехали смотрите как красиво закат солнца и трактор техническая красота наверное так это можно охарактеризовать потому что обычно закат солнца без трактора сам по себе красив я думаю что там такое светится на поле это у нас вот эта штука вот буквально туда-сюда смотрите проехали уже половина прицепа конечно если бы мы сделали побольше меньше довелось бы ездить но сделаем сделаем но уже теперь уже в следующий сезон сейчас в этом нету смысла особого так давайте немножко сменим вибирот деятельности у нас вот здесь немножко буквально чуть-чуть убрать осталось там я вижу небольшой кусочек и в начале поля тоже наш работник не понял как это делать вот сейчас вот это так что здесь пшеница 60 процентов смотрите беру эти проводки соединяю и как новогодняя елка все сверкает правда фары не горят ну такие вот они ставим поехали нам хотя бы до 8 успеть и дальше я уже точно пойду к сидоричу и сразу же домой спать завтра с утра чтобы с полными силами снова-таки на поля и нам нужно будет еще решить что же на этих полях селить где там какая культура и что подороже что повыгоднее вот тут буквально немножко помните вот этот вот гидрант наш знакомый с березками которые похлеще дуба какого-нибудь останавливать технику и Субтитры создавал DimaTorzok Вот, а здесь, на этом поле, я предлагаю все-таки взять в аренду волковую жадку Собрать волки, потому что слишком уж много тут волков И придется немного кататься, разворачиваться Вот так мы пару раз проехали Пять волков сделали, и все Пять волков Все Сто процентов, да? Да, мы уже сто процентов Поехали Все на той волне, что мы увеличили емкость Борта нарастили, но, к сожалению, они не сработали Кстати, смотрел вот этот вот биогаз тоже Чтобы можно было делать силос, продавать навоз там, дегистат оттуда брать и так далее Триста с чем-то тысяч То есть, если мы до этого и дорастем, то точно не скоро Реально Реально Триста тысяч отвалить Я лучше, наверное, за триста тысяч куплю какое-нибудь поле тут поближе У которого гектары побольше Потому что носилось и, к сожалению, много не заработаешь сейчас Времена уже не те Так, хорошо Сразу давайте посмотрим 21 тонна, 22 43, 16, 14 И остатки Тоже Это все можно будет продать, если мы не будем вкладываться в ту сумму Которая нам нужна, как минимум, хотя бы, для того, чтобы приобрести удобрялку Плуг Может быть, плуг и не нужен, посмотрим Удобрялку обязательно известь разбрасывать И также селку А также культиватор Вот видите, сколько всего нужно приобрести И не все оно дешевое такое, как вот этот трактор с прицепом Рассчитывать на Сидорыча, наверное, не стоит все же Хотя подсказка, может быть, какая-нибудь и будет Кстати, можем немножко увеличить время Темень вообще невероятная, смотрите, да? Наконец-то сдаем Этот арендованный комбайн И, наверное, я высыплю это зерно И все Дальше мы уже будем заканчивать завтра На том поле с соломой Так, в аренде Дальше мы будем заканчивать Можно было бы где-то здесь в кусте, как прилечь От усталости А как же Сидоры? Чем же там ждет, да? Шерсточки и сделают Продолжение следует... Вот, смотрите, а дома ждут, да? Светится все Ужин или уже завтрак, не знаю, как это можно назвать Разогрет Вы знаете, что хотел? Я хотел протестировать освещение в свинарнике От меня это впечатлило То, что здесь свет можно включить Смотрите, да? Ну, не ахти, конечно, но, в принципе, нормально Светится Притом, выключатель из двух сторон Выключайся Не выключается Ага Так, ладно, хорошо Где там Сидорыч? Отправляемся к Сидорычу И оттуда же сразу С утра пораньше Идем в магазин И приобретаем все нам необходимое У нас новый день И новые заботы Сидорыч ушел, смотрите Капец А, вон он Сидорыч, ну я не буду мешать В общем Я вижу, жар еще есть Еще что-то сможем сделать Вот, а я пока пойду очередь занимать В магазин Так, хорошо Что у нас здесь есть? Ну, первое, что есть Это Так, заходит По-моему, у нас вот так Прям тут на лавочке я У магазина И прикорнул Смотрим Что нам нужно Нам нужно сегодня Доделать то дело Которое мы Не доделали И Нам нужны Сеялки С одновременным Внесением удобрений Смотрите То, что нам нужно И трактор класса 1,4 тонны Хорошо Берем У нас 25 27 27 27 тысяч Купить Да Так Дальше Нам нужны Культиваторы Или плуги И тут вот давайте Как раз посмотрим Что нам нужно Или культиватор Или плуг В первую очередь Как тут у нас с полем Собран урожай Да Я понимаю Состав почвы Не нуждается Во вспашке Прекрасно Смотрите Да 23 Вот эти Не нуждаются Во вспашке Супер Ну И известь Не везде нужна Кстати Тоже Вот на 23 Мы внесем Известь Хорошо То есть нам тогда Нужно взять Добрялку Посмотреть Какую-то И нам нужен Культиватор Из культиваторов По-моему Тут Ну вот Есть Но 180 лошадок Это нужно брать Тогда трактор В аренду В принципе Можем попробовать Давайте посмотрим Потому что Нашими тракторами Будет очень долго Работать Вот есть Смотрите 240 Да И 170 Волгарь Какой-то ДТ 175 170 лошадей Ну Он Потянет Давайте Возьмем Его В аренду Ух тыж Какой Прям Гламурный Какой-то Смотрите Трактор Классно Пускай Будет Открытый Двигатель А что еще Закрытый Двигатель Пускай Открытый Арендовать Тысячу Вот мы Быстрее На этом Тракторе Сделаем Все Чем Я Купил бы Сейчас Этот Культиватор Вот этот Меленький Представляете Три Трехметровый То ли 8 метров Так Выбер Выбор Комплектации До До Лота До Лота Лапки Белые Диски Черные Диски Но Тоже Интересно Основной Цвет Вот Такой Можно Взять Или Эдакой И что Самое Интересное Все Бесплатно Это Не Иначе Как Сидорич Договаривается Ну Хорошо Ладно Попробуем Потестируем Может быть Потом Мы Приобретем Смотрите Тоже Новенький Как Путь То Вчера Вышел Завода Вот Абсолютно Все Новое Блестящее Нигде Ни масла Не капнуло Вон Ремни Смотрите Какие Классные Как Из машины Времени Вроде Как Выскочил Солидный Такой Звук Аптечка Огнетушитель Рычаги Ну Поехали Я пока Своюсь С этими Рычагами Все Таки Не Руб Как В Т-150 Скажем Гусеничном И Бак Какой Солидный Да На Целый День Работа О Сидор Сидор Чуже На месте Мы Гуляли Всю Ночь А он Как Смотрите Как Не в Одном Глазу Сидор Отдыхает уже, чтобы никого не пропустить. Скорость, конечно, у него так себе, но если его где-то поставить на весик, где-то в поле поставить и там, в принципе, и обслуживать, то и нормально. И перегонять его оттуда к себе на базу и назад. На зиму, конечно, лучше убирать. Но так, я думаю, под на весиком вполне нормально. От этой техники точно ничего не станет. Так, ну что. Будем пробовать. Давайте, наверное, заровняем. Скорее, времени немножко поставить. Поехали. Нормально тянет, смотрите, да? 180 у нас, 170. Ну, я и не сомневался. Чтоб гусеничный трактор, да, не потянул. Быть такого. Классная машина, мне нравится. Классная машина, мне нравится. Вот, особенно нравится то, что он, как новенький вроде бы, да? Смотрите. Реально. Как только выпущен с завода. Возобновили производство. Ну-ка, изнутри, как это будет. Изнутри тоже хорошо. Смотрится. Ну, наверх, да, наверх. Тяжело дается. Подъем, но все равно тащит, как-то тащит. В общем, Сидорич опять не подкачал. Он посоветовал. Говорит, возьми, не пожалеешь. Стоит недорого. Что одно, что второе. Я хотел было вот на нашем МТЗ прицепить двухметровую. Представляете, это же до второго пришествия можно было бы работать. Пускай бы даже там и скорость чуть повыше была бы. Все равно. Это очень долго. А так, отцепил и погнал. Более не каждый день в новеньком ДТ посидишь. Ну что, наверное, я буду по периметру проедусь. Встретимся мы с вами в следующей части и обязательно продолжим. У нас тут много дел. Мы только начинаем, собственно. Да, у нас планы, как всегда, валы. Самое главное, чтобы эти планы сбылись, чтобы их можно было реализовать. Так, поднять. Спасибо вам за то, что смотрели. За то, что ставите лайки. И до следующих встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok